МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши программа «Правительственная связь» в студии Елены Гальперида. И сегодня у нас в гостях министр образования и молодежной политики Чуваши Владимир Николаевич Иванов. Добрый вечер, Владимир Николаевич. Здравствуйте. Владимир Николаевич, наверное, вы догадываетесь, почему мы пригласили именно вас именно в этот день. Очень обсуждаемый сегодня вопрос, что происходит с зарплатами педагогических работников. То есть есть слухи, есть какая-то официальная информация. И вот для того, чтобы получить ответ из первых уст, мы решили обратиться к вам. Вопрос о реализации указов президента России, майских указов, знаменитых майских указов, в частности, о повышении заработной платы педагогическим работникам, поскольку мы говорим именно с вами, они находятся на постоянном контроле. Давайте все-таки напомним, то есть для, скажем так, для того, чтобы и телезрители, и мы лучше ориентировались в вопросе, из чего складывается заработная плата педагогических работников? То есть что входит в эту сумму? Ну, из чего складывается эта заработная плата? Складывается из того, что человек заработал, естественно, неважно из каких источников, но, как правило, у нас в системе образования, в том числе у воспитателя детских садов и учителей, мы условно делим заработную плату на две части. Это базовая и стимулирующая. Базовая – это то, что человеку по начислению, по тарификации. А то, что стимулирующее – это за интенсивность, за качество, за то, что человек более ответственно работает по отношению к другим, и, соответственно, она разная. У всех работников зависит все от качества и отношения к труду. Если в целом говорить о заработной плате, то еще, наверное, нужно сказать о том, что заработная плата в системе образования складывается, естественно, от образования, которое человек имеет, от стажа работы, от объема нагрузки. Это может быть одна ставка, это может быть чуть больше, да? И в том числе количество часов, или воспитатель может в одной группе работать, в другой группе чуть может подрабатывать, помогать. Или кто-то заболел, он может еще. Это все складывается в заработную плату. Поэтому эта заработная плата – это не то, что один наклад какой-то, это все, что начисляется педагогическому работнику за работу данным конкретно образовательной организацией. В том числе сюда мы относим и небюджетные деньги, которые некоторые образовательные организации сегодня за счет дополнительных образовательных услуг зарабатывают и часть направляют на то, чтобы стимулировать или оплачивать труд педагогов. Так вот, насколько в общей сложности с момента принятия этих указов увеличилась зарплата педагогических работников за эти два года? Ну, наверное, опять-таки тут надо точку отчета поставить, с какого момента надо отчитывать заработную плату. Я, наверное, позволю себе чуть дальнюю историю уйти, потому что 2011 год, когда заработная плата воспитателей дошкольных образовательных учреждений была 7700, 8000, грубо будем считать. Сегодня она другая, скажем так. Она росла в 2012, особенно в 2013 году по отношению к 2013 году. Если посмотреть цифры, если 8000 оттолкнулись в 2011 году, то 10300 – это было уже в 2012 году. И потом вышли мы на 17500 или 17700 уже к концу 2013 или по 2013 году. Сегодня еще на 1000 рублей прибавляем по итогам 2014 года. То есть она растет, она быстрыми темпами росла, особенно с 2012 по 2013 год. Сегодня она стабильно идет ровно столько, как растет экономика. Здесь вот самое ключевое, о чем мне хочется сказать, что заработная плата педагогических работников привязана к средней заработной плате в экономике Чувашской Республики. Сначала мы еще смотрим прогноз и смотрим реальную ситуацию экономики, что мы получили, средняя зарплата какая. К нему привязываем заработную плату учителей, потом к нему привязываем заработную плату всех педагогических работников в школе. И к этой цифре уже привязываем зарплату воспитателей. То есть вот такая сложная методика отчета, и она от многих переменных зависит, заработная плата воспитателя детского сада. Поэтому нам приходится все время влиять на этот уровень, соответственно регулировать уровень заработной платы разными способами, в том числе за счет некоторых ограничений стимулирующей части, о чем я выше говорил. Ну вот мы сейчас говорим все-таки о средней заработной плате, да? Совершенно верно. Как температура средней в больнице. А каковы минимальные и максимальные цифры в отрасли образования? Например, ну допустим начинающий учитель, который пришел после высшего учебного заведения, в школу отработал год. И учитель, скажем так, который, да, уже оброс званиями, наградами, стажем, разумеется, опытом. То есть вот какая вилка, какой разговор? Ну вот здесь надо четко опять-таки понимать, что существует инструмент, который нам позволяет измерять заработную плату работников дошкольного образования, и в том числе и в общем образовании. Это инструмент, средняя зарплата по региону. Средняя зарплата по региону в экономике, средняя зарплата по региону в общем образовании и дошкольном образовании. И нам нужно четко понимать, что заработная плата даже в одной образовательной организации, она разная. О чем вы это сами сказали. Стаж разный, только пришел молодой, мы его стремимся поддержать. Ему надбавки и стимулирующие выплаты стараемся больше дать, чтобы он сохранился, адаптировался. Кто опытный, давно хорошо работает, ему, естественно, соответствующие надбавки в виде стимулирующихся выплат для того, чтобы поддержать труд, оценить этот труд и отблагодарить за качество работы. И зависит от этого, соответственно, разная зарплата только в одном учреждении. Но она, конечно, фонд оплаты труда зависит во многом, сегодня все-таки норматив существует в расчете на одного ученика. И поэтому есть расчеты для сельских школ, есть расчеты малокомплектных школ, есть расчеты для крупных школ. Там нормативы выделения фонда оплаты труда. И, кстати, здесь, опять-таки, пользуясь случаем, я хочу сказать, что с 2014 года, с этого года, с января, оплата труда воспитателей детских садов производится с республиканского бюджета. Раньше платили муниципалитеты. Соответственно, там, поэтому разная была зарплата, в разрезе даже от домового района, допустим, Алатарского или другого района Маргавушского. Не совсем справедливо. Ну, справедливость, она, опять-таки, относительная. Но сегодня мы сделали так, что больших разниц или больших различий между муниципалитетами, между муниципальными районами сегодня нет. Есть различия внутри учреждения, о чем я сказал, от чего зависят, так ведь, понятно сейчас. И есть различия, конечно, от детского сада крупного, которых детей много, и маленького, которых ребенок детей меньше. Соответственно, уровень зарплаты, ну, представьте, 10 детей ходит и 25. Нагрузка разная на воспитателей. Соответственно, уровень зарплаты не может быть одинаковым. Владимир Николаевич, а у нас есть, да, такой вот разброс? То есть мне-то казалось, что в наше время, когда мест в садиках катастрофически не хватает... Вы судите глазами жителей города Чебоксара. Они просто не могут быть малокомплектов. Есть сельские детские дошкольные учреждения, открытые, тем более при школах. А там же еще есть садики с 10-часовым пребыванием, 12-часовым пребыванием. Есть садики, кратко суть, с 5-часовым пребыванием, есть чуть больше. Поэтому в зависимости от нагрузки на воспитателей, соответственно, уровень зарплаты разный, о чем я хочу сказать. Естественно, наполняемость группы может быть и 30, но там смешанная группа. Это и младший возраст, и старший возраст. Такие разные формы у нас сегодня существуют. Соответственно, сравнивать вот эти садики сельские с городскими нельзя. Поэтому мы пытаемся условно их разделить на пришкольные, малокомплектные, полнокомплектные. И потом еще есть детские дошкольные группы, в которых созданы особые условия для детей с ограниченными возможностями. Там группы совершенно маленькие и совершенно другие требования. Поэтому сравнивать их между собой нельзя. И сравнивать, говорить, что вот в этом районе, в АллатРском, такая зарплата, в Канаше другая, я бы не стал. Потому что она складывается из многих-многих вещей, показателей, в том числе, о чем я говорю, от наполняемости детских дошкольных учреждений детьми и, соответственно, созданными там условиями. Все понятно. Но все-таки существует ли какой-то общий коэффициент, который применяется к заработной плате абсолютно всех учителей? Допустим, или воспитателей с минимальным стажем, с максимальным стажем, с заслугами, с наградами, со званиями, без званий. То есть у них какая-то пропорция все равно соблюдается, когда мы говорим об увеличении зарплаты. Вот у нас несколько раз за эти два года происходили повышения заработной платы. Ну, естественно, что сегодня законодательство позволяет рукой для образовательного учреждения формировать свой фонд оплаты труда и там регулировать эту оплату труда за счет стимулирующих выплат. Естественно, самое главное здесь ключевое, на что хочу подчеркнуть, это стимулирование должно быть прозрачным, понятным для каждого педагогического работника и не субъективным, а ближе приближенным к объективной реальной действительности, к объективным результатам. И очень важно понять механизм стимулирования, какой части мы поддержим. Или поддержим молодых, о чем я уже говорил, и поддержим опытных, которые тоже имеют право получать заслуженную заработную плату. И в том числе, конечно, разовые какие-то выплаты должны быть в системе образования, потому что не может быть так, чтобы всем одинаково платили. Это как-то абсурдно выглядит. И исходя из этого, для нас очень важно, чтобы заработная плата была достойной, это первая тема, о чем мы говорим, она средне по экономике, не должна отставать по экономике, соответствовать уровню, который сегодня сформировался в Чувашской Республике. И вторая, очень важно, чтобы образовательная организация была сформирована с системой оплаты труда, понятная, прозрачная, объективная и честная. Вот здесь существуют методики, которые мы разработали для разных категорий образовательных организаций. Здесь как дифференциация происходит. Одно дело, это райцентровская школа, другое дело, это сельская малокомплектная школа, и совершенно другое, это городская, полноценная, большая, крупная школа, где как бы и наполняемость в классах другая, или наполняемость детей в дошкольной группах. Поэтому все эти коэффициенты существуют, и этими коэффициентами управляет сегодня по нашим методическим рекомендациям руководитель образовательной организации. То есть права министерства, права органов управления образования ограничены. Здесь права отданы коллективам, советам образовательных организаций. И в том числе, конечно, за все отвечает руководитель, или, как мы говорим, заведующий стадиком, и директор школы. Ну хорошо, в таком случае, значит, каких показателей нам удалось достичь на начало 2014 года? То есть, насколько я помню, мы очень удачно вписывались во все, как это, в эту дорожную карту. Она у нас вся соблюдалась очень четко. Все сроки мы соблюдали, все параметры мы выдерживали. Конечно, мои оппоненты меня могут обвинить в том, что я приукрашиваю, но на самом деле не приукрашиваю. Ситуация мы знаем, что заработная плата сегодня уменьшена, она по сравнению с январем. Поэтому нам приходится много на эту тему говорить, и поэтому эта тема сегодня актуальна и значима для наших слушателей. Но что здесь очень важно, самое главное понять, что задачи, которые были поставлены в 2011, 2012, 2013 году, Чувашская республика выполнила 100% и даже с небольшим перевыполнением в конце 2013 года, для того, чтобы в целом по году вытащить уровень зарплаты всех педагогических работников на уровне средней по экономике. Мы в декабре, ну, ноябрь, декабрь, октябрь в том числе, ускоренными, повышенными темпами платили заработную плату для того, чтобы по году выполнить свои обязательства. И где-то даже перевыполнили. Перевыполнили, получилось так, что у нас заработная плата дошкольников, если сегодня в среднем 18 тысяч, тогда 20 тысяч и даже чуть больше было. И, естественно, нам пришлось сегодня шаг за шагом понемножку уменьшать. Мы вынуждены это делать, потому что иначе заработная плата в системе общего образования, дошкольного образования может оказаться выше, чем в среднем по экономике, значительно выше. И это, ну, не совсем справедливо. Ну, я думаю, что как раз педагогические работники бы не отказались. Ну, не отказались, но, с другой стороны, наверное, я сегодня должен ратовать за то, чтобы зарплата растла. Я должен ратовать за то, чтобы достойная зарплата была в системе дошкольного образования. Но Чувашская республика в числе лучших регионов Приволжского федерального округа, ну, и Пашкортостан, Татарии, потом Чуваши, Мариэл, четыре республики, они выше 100% дали по воспитательному дошкольному учреждению, по уровню средней зарплаты. То есть мы выглядим, ПФО, очень достойно. И сказать, что мало платим или недоплачиваем, это несправедливо по отношению к средней, опять-таки, средней погоду. То есть, если я правильно вас поняла, все параметры, необходимые там показатели мы выдерживаем. Но получилось так, что мы переплатили. Переплатили. Да, в январе-феврале мы заплатили больше, чем средний по экономике, но уменьшая его с того же момента, шаг за шагом, вот к тому, что сегодня пришли к ситуации, когда она выровнялась. Почему так произошло? Ну, я уже объяснил. Мы вынуждены были в прошлом году, чтобы вытащить средний параметр по экономике 2013 года, догнать уровень зарплаты воспитателям и уровень зарплаты учителям, поднять наиболее значительными темпами, чтобы она была не ниже, чем средний по экономике. То есть получается, что сейчас просто некуда поднимать? Ну, поднимать сейчас темпы роста экономики... Но ведь наша зарплата средняя по экономике, она ведь тоже не уменьшается. Она же продолжает все-таки расти. Но она растет медленными темпами, чем мы прогнозировали. Мы прогнозировали более большие темпы. По сравнению с прошлым годом, темпы были очень высокие. На этот темп мы поставили повышение зарплаты, в том числе, системы образования. Эти темпы сегодня уменьшились. Соответственно, мы вынуждены сегодня привести соответствие с темпами роста средней по экономике. Когда заработная плата в среднем по экономике начнет расти... А я все-таки верю, что это будет достаточно скоро, что это случится достаточно скоро. Когда она начнет расти более высокими темпами, зарплата педагогических работников, соответственно... Привязана. Будет расти. Она будет расти. Совершенно верно. То есть это временное явление, и никакого отката назад нет. Но вот опять не в оправдании, просто чтобы понимание было. В среднем по году заработная плата по сравнению с прошлым годом как минимум на тысячи рублей выросла. Я только что об этом цифры сказал. Это и в системе дошкольного образования, и в системе общего образования, как у воспитателей, так и учителей. Но это говорит о том, что если в экономике, и дай бог, чтобы она была, будет расти уровень зарплаты, также будет подниматься заработная плата педагогических работников. Это вот ключевая задача, не позволить ниже опуститься, чем средне по экономике. Спасибо. Хотя некоторые регионы это, к сожалению, допускают. Да, все-таки очень подробно вы нам объяснили. Владимир Николаевич, практически уже завершается год. Уже можно подводить какие-то итоги. Еще один не менее важный, не менее болезненный, не менее актуальный вопрос. Это строительство детских дошкольных учреждений. На этот год у нас в республике было запланировано сдать в эксплуатацию аж 15. Мы говорили 14, да. Три уже приняты. Ну да, 14 и пришкольный такой, да, как группа получается, эта школьная группа. Вот. Три всего. То есть остался месяц и вот как минимум 12 объектов. Ну, логику опять надо просто, наверное, выстроить. Новые объекты детских дошкольных учреждений мы начинаем в конце года, допустим, этого года. В этом году мы начинаем строить детские сады, которые будут сдаваться в 2015 году. И вот садики, которые сдаются в этом году, в основном они опять начали строить мы в октябре, ноябре, декабре месяца 2013 года. Соответственно, есть график строительства, есть сроки, которые отводятся на строительство. И большая часть сроков приходится на вторую половину года, 2014. Другое дело, не везде строители вовремя, допустим, сдали объекты. Хотя вот летний, для чего это выстроено, кстати, летнее время – это самое благотворное, самое благоприятное время для строительства. То есть максимально зацепить летний теплый период. И сдавать объекты уже благоустроенные, полностью оснащенные и готовые, качественные к началу учебного года или осенью, по крайней мере, чтобы все недоделки убрать. И, соответственно, дети пришли качественно построенные и готовые современные дошкольные образовательные учреждения. И то, что накопилось у нас на декабрь, там многие причины. Причины я сейчас не хочу объяснять, но единственное хочу сказать. Все обязательства или задачи, которые республика перед собой ставит, открыть 14 детских садов, мы, я думаю, выполним. Потому что вероятность того, что кто-то сорвет, сегодня невысокая. Хотя вот есть время, как всегда, как студентам не хватает последней ночи перед экзаменом, то же самое. У нас не хватает чуть-чуть времени до Нового года завершить. Всегда же хочется сделать лучше, еще лучше, еще лучше. Мы все время строитель торопим, с другой стороны говорим, давайте сделайте качественно. И для нашей задачи объекты должны быть построены качественно. И то, что мы сегодня уже в ближайшее время Урмарх, садик будем открывать уже ноябре, уже три открытые, вы говорите, четвертый будет. Потом остальные садики по графику уже выстроены. И, кстати, на сайтах, точнее, Министерства образования в том числе выстроены графики. То есть степень их готовности не вызывает у вас? Ну, степень готовности в целом не вызывает. Но есть объекты, которые нас тревожат. Это вот бульвар юности. Недавно Иван Борисович Моторин посещал, смотрел и раскритиковал. И правильно по существу раскритиковал и нас, Министерство, и в том числе город. И, конечно, строители, прежде всего, которые не выполняют взятые на себя обязательства. Но, я думаю, вопрос решаемый и управляемый. Самое главное, город на это сейчас сегодня обращает внимание. Все силы прикладывают тому, чтобы эти объекты до начала или до конца этого года были введены. И шансы, вероятность ввода этих объектов, ну, высокая, очень высокая. Угрозы вызывали, точнее, уже в прошедшем времени, могу говорить. Это Чебоксарский район Кугеси. Уже всех уже, у всех на устах. Это первый садик, который мы первым начали строить. И сегодня, наконец-то, слава богу, мы его... Да что вы говорите. Да, достраиваем. И дай бог, чтобы пришли, наконец-то, детки туда. Сама была там, как минимум, раз в два. Да, да, да. И дай бог, чтобы пришли детки. И этот садик неплохой в целом получается, несмотря на то, что долго строили. Сегодня там пришли нормальные, адекватные, ответственные, самые главные, строители. И мы рассчитываем, что до Нового года, точнее, новогодние праздники, наши детки справят в этом... Дед Мороз к ним приведет именно туда. И в том числе Маргауш, и в том числе Маргаушский садик. И вот эти проблемы, объекты с бородой тоже мы будем в этом году снимать. Вот не так давно, точнее говоря, в начале учебного года, премьер-министр России Дмитрий Медведев собирал большое совещание с руководителями регионов. Глава Чувашии также принимал там участие. Речь шла о подготовке к учебному году, там еще о чем-то. И в частности был затронут вопрос о том, что по окончании программы такого большого масштабного проекта «Детские сады» есть смысл запустить такой же аналогичный «Новая школа». Новое, в смысле, новое здание для школ, новое школьное здание. Насколько для Чувашии это актуально? Вот сколько нам школ не хватает, если такое есть? Ну, логики действий, чтобы понять логику рассуждений и действий, в том числе правительства Российской Федерации, здесь просто хочу сказать, вот просто на бытовом уровне, посмотрите, у нас детки растут. Демографическая ситуация в Чувашской Республике позитивная, и мы все-таки в числе лучших регионов демонстрируем рождаемость. Это говорит о том, что качество жизни людей улучшается, детей становится больше, соответственно, это радость не только для родителей, для системы образования, для учителей, соответственно, первоклассников становится больше. А раз первоклассников становится больше, их надо обеспечить местами, в первом классе, а у нас растет вторая смена. Чебоксары, если город Чебоксары сейчас на карту посмотреть, у нас все юго-западные микрорайоны, там несколько школ, уже две смены работают. Или смотрим здесь на Николаево, 10-я школа, она тоже перегружена. Вот есть микрорайоны, где школа перегружена. Центр вообще в этом отношении, по-моему, очень неблагополучен. Центр тем более, и ажиотаж, который создается вокруг первой начальной школы и так далее. Вот эти вещи должны уходить. Ребенок должен быть прикреплен к какой-то определенной конкретной школе по месту проживания. Начальная школа должна быть в шаговой доступности. И, соответственно, эту задачу, вот как раз Дмитрий Анатольевич говорит, это задача строительства школ, где вторая смена. Снять проблемы второй смены, все дети должны учиться первой сменой. И, соответственно, напрашивается детский сад на Гладково, город Чебоксары. Детский сад на... Ой, прошу прощения, начальная школа. Школа, прошу прощения. Я все детскими садами еще мысляю. Начальная школа или просто школа на Гладково, школа на Юго-Западе и так далее, и так далее. То есть, как минимум, 4 школы. Благовещенский. Новый город у нас строится. У нас микрорайоны хорошо развиваются. И вот там должны появиться школы. И, ну, по нашим меркам, как минимум, 3-4 школы уже востребованы. В ближайшее время только в городе Чебоксары. Даже вот в Северо-Западном тоже уже тесновато становится. Да, в Северо-Западном, в Волжске-3, уже там место отведено. То есть, проект уже готовится. Исходя из этого, наша задача подготовиться в 2015 году, или даже уже к 2015 году, запустить этот проект после завершения детских садов, плавно перейти на строительство школ. И эти школы надо строить не только в городе Чебоксары. У нас есть проблемы с ветхими же школами. Ну, не аварийные, но ветхие школы, которые несовременные, в том числе в других районах Чувашской республики. То есть, по идее, мы готовы уже. По идее, мы готовимся к новому проекту. Мы готовим сегодня проекты, типовые проекты, чтобы не повторить ошибки строительства детских садов. У нас же получилось, каким образом? Первые детские сады, в том числе Кугеси. Почему она долго строится? Проект старый оказался. И много там приходилось менять на ходу, с учетом того, что изменилась и технология, изменились и строительные материалы. И, соответственно, мы должны новые проекты готовить в расчете на более современные материалы. Владимир Николаевич, вот буквально на днях собираемся писать. После долгого перерыва сочинения выпускники школ будут писать сочинение. Опять вернули его в рамках единого государственного экзамена, в рамках итоговой аттестации, точнее говоря, выпускников. Вот ваше отношение вообще к этому? Конечно, хотелось бы у вас спросить, как у родителей, ваше отношение к этому? Все же делается для детей, для того, чтобы родители воспринимали это правильно. Но мои отношения, я, конечно, пользуюсь эфиром, хочу сказать. Вот основная задача, и о чем я всегда говорю, ЕГЭ не должен быть единственным инструментом измерения учебных достижений. До тех пор он является единственным инструментом, он всегда будет вызывать негативные отношения. Он решает одновременно, однозначно судьбу ребенка на выходе из школы. Это не совсем правильно, точнее, даже неправильно. Цель сочинения – это, во-первых, сделать еще один инструмент проверки учебных достижений, в том числе творческих, где ребенок должен мыслить, ребенок должен уметь эмоционально выражать свои мысли, в том числе аргументировать. Это сочинение всегда предполагало и предполагает. И поэтому то, что сочинение возвращается как один из инструментов проверки учебных достижений, в том числе, насколько школа готовит его будущей жизни анализировать ситуацию, эмоционально относиться к тем или иным событиям, явлениям, это очень важно. Но к этому еще хочу я добавить, правила приема вуза тоже будут меняться. Сегодня мы вводим уже понятие портфолио для абитуриента. Соответственно, появляются результаты учебных и неучебных достижений выпускников на входе в систему высшего образования, в систему среднепрофессионального образования. Вот к этому надо идти. Когда ЕГЭ станет одним из инструментов оценки деятельности ученика и, не дай бог, учителя, мы все время говорим, нельзя инструментами и результатами ЕГЭ сегодня кого-то критиковать. Надо анализировать, посмотреть, чем помочь учителю, чем помочь ученику, что там в системе происходит. Это не инструмент с трибуны, чтобы размахивать дубинкой. И очень важно, чтобы этот инструмент стал принят или был принят учениками, родителями. В том числе он должен стать инструментом, позволяющим оценить свои достоинства и сказать, я вот такой хороший. Вот у тех, кто будет писать впервые после долгого перерыва 3 декабря, им хватило времени подготовиться? Ведь все-таки до этого учителя, ну не будем греха таить, натаскивали на другое. То есть там был такой небольшой эссе. Спасибо за ключевое слово натаскивали. Вот основная задача – уйти от натаскивания. Вот натаскивание, эта дрессировка, конечно, что-то дает, но по большому счету она замыкает ребенка на каких-то, ну скажем, технологизированных вещах, которые не позволяют раскрыться внутренним потенциалом. И, конечно, времени, казалось бы, мало, но на самом деле сочинение же мы каждый год писали. Просто не рекламировали, не делали его из него, как в этом году. В Чувашской республике никогда традицию готовить ребенка не теряли мы эту традицию. И в том числе, кстати, дети с ограниченными возможностями могут писать не только сочинения, а изложения могут заменить. Это тоже очень демократично. Исходя из этого, мы угрозу большой не видим, но с другой стороны, психологическая стрессовая ситуация, да, это возможно. Поэтому есть дополнительные сроки, это начало февраля, еще начало мая. Те детки, которые не смогут пересдать, они могут пересдать. Вернее, не смогут с первого раза сдать, они могут пересдать. Но кроме этого мы же в ноябре, буквально недавно, провели пробные еще сочинения. Поэтому я думаю, вот эти вещи позволят нашим выпускникам, ну, чувствовать себя уверенно, как минимум. Не видеть в сочинении угрозы, а дать возможность своим чувствам, эмоциям, волям выразить себя. Хорошо, когда останутся известные результаты? Ну, они в течение недели проверяются, поэтому есть рабочие комиссии, вернее, комиссии создаются при школах. И мы будем дать экзамены, тем более первый год. Не нужно из этого делать какое-то большое масштабное событие, делать, не дай бог, тем более угрозу делать. Для нас очень важно дать возможность и педагогам, и учителям, вернее, ученикам проявить способности. Педагогам увидеть результат труда в своих детках, а нашим выпускникам увидеть себя в своих сочинениях. Ну что ж, давайте пожелаем всем выпускникам ни пуха ни пират на сочинениях. Самое главное. Я, прежде всего, конечно, желаю, чтобы они себя чувствовали комфортно, чувствовали себя достойно, прежде всего, и сумели выразить свои яркие эмоциональные отношения к тому, что в жизни происходит, и тем историческим событиям, которые, вполне возможно, они будут анализировать и пропускать через себя и изложить на бумаге. Чтобы, а, смогли выразить свои мысли, а, чтобы было что выражать. Ну, я думаю, наши дети очень умные. Ну и хорошо. Спасибо вам большое за такую подробную беседу. Я напомню, что сегодня нашим собеседником был министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Владимир Иванов. Всего доброго, спасибо за внимание. Спасибо.